Добрый день Познакомьте нас, что мы будем делать, что это за вид спорта вообще Это очень экстремальный вид спорта, значит мы представляем карты 9 лошадиных сил, 270 кубов, рентал карт Вы знаете, я сейчас в этом ничего не понимаю, так как я девочка, я думаю это присуще многим Вот, что значит 270 кубов, что значит, это говорит о мощности машины, правильно? Да, это мощность машины До какой скорости она может разогнаться тогда? Она может разогнаться до скорости 120 км в час, можно даже и более Какие самые, не знаю, часто встречающиеся травмы, которые могут быть? Могут быть, вот я не знаю, смотрели, если там Формулу-1 и так далее, когда вылетают за трассу, это чего бывает? Большая скорость, не справился с управлением, как нужно вести себя? Ну, это большая скорость, да, это не справился с управлением, но у нас такого не бывало Нет, ну мы говорим в принципе, что такое возможно, но что нужно сделать, чтобы избежать таких вариантов? Нужно чувствовать машину, проходить правильно повороты, чувствовать себя в седле А тот человек, который не умеет водить, у которого нет никаких прав водительских, там, я не знаю, тракторских, они смогут совладать с этой машиной? Смогут, мы проводим инструктаж отдельный, обучаем перед заездом человека, чтобы он мог сесть в машину, почувствовать себя в ней То есть мы над этим работаем А скажите, вообще, в принципе, говорят о том, что девочки за рулем, это, мягко сказать, нежелательный факт Но вот картинги, насколько популярны среди девушек? Среди девушек, любители приходят кататься, то есть бывает, нравится Бывает, что не нравится, разные бывают, дамы А есть ли какие-нибудь ограничения, может быть, по состоянию здоровья, может быть, возрастные, ростовые? Ограничения от 5 лет, у нас детки катаются, и по возрасту, в принципе, по росту нет никаких ограничений По весу тоже нет никаких ограничений А я так понимаю, что машины тоже бывают разного класса, разного уровня Как подобрать их себе? У нас регулируется сидение У нас регулируется сидение, то есть вперед-назад, смотря по росту То есть это все у нас предусмотрено То есть можно на любого человека абсолютно все отрегулировать, да? И все будет замечательно Хорошо, чем карты отличаются от обычных машин? Можно ли на них, например, выехать в город в воскресный день? Ну, на них можно проехаться по городу, но это очень опасно, это в отделенных местах лучше делать, не в городе Адреналин хороший вырабатывается Хорошо Давайте тогда познакомьте нас, что здесь есть? Я так понимаю, что тут только, наверное, газ и тормоз, да? Сцепления тут нет? Или как? Сцепления у нас здесь нет Здесь, значит, две педали Справа газ, слева тормоз Вот это педаль газа Это педаль тормоза Да И руль Хорошо Я, в принципе, уже готова и, на самом деле, вся вне в терпении попробовать, что это Потому что, скажу честно, руль автомобиля мне лучше не доверять Но посмотрим, как здесь я справлюсь Что нужно для того, чтобы вы меня допустили к данному разу? Значит, для этого необходимо одеть комбинезон, шлем, перчатки Я вам проведу краткий инструктаж Я скажу, что очень даже удобно и именно симпатично Да Это тоже мне? Да По зеленому сигналу светофора мы едем По красному сигналу светофора можно сделать последний круг То есть не останавливаясь и езжай дальше В конце трассы у нас будет всего одна развилка, поворот направо и налево Направо не поворачивай, держись время левее Когда загорится красный сигнал светофора, сделаешь последний круг Мы делаем отмашку флага, заезжаешь направо Биться у нас нельзя, аккуратно катайся Выбирай правильный угол поворота То есть с внешней во внутреннюю надо правильно уходить Во время езды с карты нельзя выходить Мы подойдем, отгоним машину Наши сектора Значит, правильно в машину сесть с правой ноги На раму наступаешь За руль придерживаешься Вторую ногу ставишь сюда И присаживаешься вот так вот Справа педаль газа Слева педаль тормоза Две педали вместе одновременно не нажимаем По отдельности Далеко не убирай ноги от педали Когда будешь ехать, не отвлекайся Руль держи крепче На поворотах поворачиваясь сильнее То есть руль держишь вот так вот по бокам Заводим? Ну только ноги возле педалей держи И вторую тоже Нет, две ноги вот рядом с педалью держи Вот так, да, да И сильно не нажимай на газ Хорошо Попробуй тронуться и остановиться На тормоз нажми На тормоз нажми Можно Протяженность выбранной нами трассы 530 метров На первый взгляд кажется много Но когда садишься за руль своего авто Время и дистанция пролетают незаметно Также отметим, что площадка закрытая Потому испытать свои водительские способности Можно в любую погоду Да, тормоз нажимаем Для первого раза вы очень хорошо прокатились Нормально, да? Очень хорошо Не было никаких действий лишних Правильно проходили повороты Ну я старалась аккуратно Никуда не врезаться Ничего Ну вот Но все-таки я видела, как ты ездишь Скажи, как ты добился такого результата? То есть ты вообще ничего не боясь Аккуратно, тем не менее И вписывался в повороты Для этого нужен опыт вождения На картах Я буквально за 3-4 заезда Добился этих результатов А вообще отличается вождение На обычной машине легковой И вот на картинках? Да, конечно Тут получаешь очень большой адреналин Разница в том, что То на легковой машине ты ездишь Она повыше Адреналина такого не получишь А на этой машине можно получить кайф В заездах запрещается участвовать Беременным женщинам Людям, страдающим хроническими заболеваниями Сердечно-сосудистой системы Или с нарушениями в работе Опорно-двигательного аппарата В качестве совета добавим Надеть удобную обувь, одежду Спрятать волосы в шлем И избавиться от прочих мелких деталей Которые могут вылететь Или помешать вам во время заезда Для одних картинг – увлекательное хобби Для других – первая ступень В профессиональный автоспорт Большинство именитых гонщиков Таких как Михаил Шумахер Мика Хакенен Айртон Сена И другие пилоты Формулы-1 Начинали свою карьеру именно с картинга Существует три вида картинга Прокатный или любительский Для занятий этим видом Ничего не нужно Кроме желания, времени И некоторых средств Для аренды такого микроавтомобиля В спортивном картинге Участвует не только сам гонщик Но и целая команда профессионалов Включая тренера и механиков Еще один вид – спортивный картинг Но уже без команды Это самый профессиональный подход Но важно учесть, что в любом гоночном автомобиле Конструкция не предусматривает Длительного использования Здесь все рассчитано на скорость А не на долговечность Потому постоянный техосмотр и ремонт Должны войти в привычку каждого картингиста Спасибо большое тебе, Аркадий За такую встречу И за интересные покатушки Ну а мы с вами увидимся До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова